Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл во время своего визита в Румынию принял участие в торжественном богослужении под открытым небом на Патриаршем холме в Бухаресте. Церковные торжества были посвящены Дню памяти Небесного Покровителя города преподобного Дмитрия Басарбовского, памяти мучеников и исповедников пострадавшим при богоборческом строе в Румынии и десятилетию интернизации блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила. Богослужение совершалось на помосте с престолом, установленном под сенью на площади Патриаршего собора во имя Святых Равноапостольных Константина и Елены. Божественную литургию совершили Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл, Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил, Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, Блаженнейший Митрополит Чирских земель Словакии Ростислав. Предстоятелем сослужили главы делегации ряда поместных православных церквей, болгарской, грузинской, а также иерархии и духовенства Румынской Церкви. Богослужение совершалось на румынском и церковнославянском языках. После чтения Евангелия Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь о цели христианской жизни и учении преподобного Серафима Саровского. Жизнь каждого христианина – это самоотречение на пути ко Христу. Преподобный Серафим Саровский – один из самых почитаемых святых не только в Русской Православной Церкви, но и во всем православном мире. Истинная цель христианской жизни, по слову преподобного Серафима, заключается в стяжании Духа Святаго. Иначе говоря, любой подвиг христианской жизни обретает свой смысл только в Духе Святом и только в нем приносит свой плод. Плоды Духа, следствие Его действия на человека – это добродетели, как учит нас сегодняшнее апостольское чтение. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что как в древние времена, так и ныне появляется немало политических и религиозных лжеучителей, обещающих рай здесь, на земле, но только без Христа, без Бога. В 20 веке подобные заблуждения привели к страшным историческим экспериментам, от которых весьма сильно пострадала православная церковь. В одной лишь русской церкви смерть за веру Христову приняли десятки тысяч священнослужителей и монашеслужащих, сотни тысяч мирян. Наши мученики верили и знали, что единственная возможность узреть Царство Божие здесь и сейчас – это жизнь в Духе Святом. Они своей кровью засвидетельствовали, что подлинное счастье, счастье в Его самом высоком смысле, только в Духе Святом, в Нем преддверие настоящего блаженства здесь, на земле, и полнота блаженства в горном мире на небе. И эта высшая правда сильнее лжи и злобы Ее гонителей. После сугубо ектении была возглашена вечная память отошедшим ко Господу исповедникам и защитникам православия во всех странах, где существовали богоборческие режимы. По завершении литургии, по просьбе блаженнейшего патриарха румынского Даниила, святейший патриарх Кирилл обратился со словом к участникам торжеств. Сегодня никто силы христианина от церкви не отнимает и не заставляет силы отречься от Христа. Но как много сил и средств сегодня употребляется для того, чтобы люди забыли о Христе, чтобы воспринимали церковь как некую часть национальной традиции. Но церковь — это не прошлое только. Это настоящее. И вчера, и сегодня, и завтра она призвана исповедовать Господа и Спасителя. И не только через совершение литургии, и не только через молитву. Жизнь члена в церкви должна ясно свидетельствовать о жизненности Евангелия. Сегодняшнее исповедание Христа, по слову Предстоятеля, не менее сложное, чем в годы гонений. Чему же нас учит пример мучеников и исповедников века XX? Быть верным Христу. Не предавать Его. Быть с Ним и в радостях и скорбях. Призывать Его Святое Имя. И вот это будет самое лучшее воспоминание о мучениках и исповедниках века XX. Святейший Патриарх Кирилл передал Блаженнейшему Патриарху Даниилу Панагию и Первосвятительский Жезл. Затем румынский Патриарх обратился к участникам торжеств со словом благодарности и преподнес иконы преподобного Дмитрия Нового Басарбахского предстоятелем поместной церкви и главам делегаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова